Депутаты областного маслехата 6-го созыва провели свою 10-ю сессию. Народные избранники обсудили и приняли решение по 10 вопросам. Ксения Куценко продолжит. На повестке дня у народных избранников 10 вопросов. Первый – отчет местной полицейской службы. Новая структура появилась год назад и за это время уровень преступности в регионе удалось снизить на 10,6%, докладывает начальник МПС Канат Айдбаев. Отмечается снижение совершенных особо тяжких преступлений. Меньше совершенных краж в сравнении с 2015 году, в том числе краж скота. Меньше совершенных краж автомашин, угонов транспортных средств. Совершенно меньше уличных преступлений, таких как грабежи на 7,7%. Меньше стали нарушать закон в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Реже противоправные действия совершают несовершеннолетние. В прошлом году полицейские в бюджет взыскали порядка 400 миллионов тенге административных штрафов, улучшили материально-техническую базу ведомства. Но, несмотря на общие положительные показатели, есть рост некоторых категорий преступлений, а именно совершенных в семье и бывшими осужденными. Депутаты интересуются, не усугубит ли ситуацию закон об амнистии, подписанной главой государства к 25-летию независимости Республики Казахстан. По нашей области только 5 человек освобождаются из мест лишения свободы. Да, есть рост на 79% рецидивных преступностей. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что изменены критерии Генеральной прокуратуры. С 2015 года в эту категорию входят все лица, которые когда-либо имели судимость. В целом, работу полицейских депутаты оценили положительно. Также на сессии рассмотрели два проекта государственно-частного партнерства. Это строительство детских садов в Петропавловске. Один в микрорайоне Берекена, 140 мест, второй по улице Жалела Кизатова. Его смогут посещать 90 малышей. Просим вас включить для рассмотрения эти два вопроса с концессионными обязательствами, начиная с 2018 года по 2027 год включительно, в объеме 2 миллиарда 137 миллионов 310 тысяч деньги со сроком эксплуатации концессионерами до 2027 года. Таким образом, уже в 2017 году 98% малышей областного центра будут посещать детские сады. Проекты народные избранники поддержали единогласно. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.